Ну а мы продолжаем наше доброе утро. А вот перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Сегодня Всемирный день психического здоровья. Эта дата призвана объединить широкую общественность вокруг основных вопросов психиатрии и психического здоровья, а также борьбы с различными патологиями, которым современная медицина отводит важное место. В гостях у специалиста был наш корреспондент Корча Беджиев. Здравствуйте, Лаура Яковлевна. Здравствуйте. Психолог, психиатр и психотерапевт. В чем разница? Психолог, во-первых, он не имеет высшего медицинского образования. Он может только диагностировать какие-либо отклонения, нарушения или расстройства. Врач, психиатр, психотерапевт существенной разницы между собой не имеет. По сути, мы занимаемся все одним и тем же. Это медикаментозная коррекция, это психотерапия. Медикаментозная коррекция без психотерапии сама по себе невозможна. По-любому при назначении терапии, при подборе терапии, при беседе с терапией пациентом мы узнаем причины его заболевания, динамику, течение. И волей-неволей получается, что мы ведем разбор его состояния. Всего чего и проводится некая, скажем так, психотерапия. Поэтому психиатр, психотерапевт – это люди с высшим медицинским образованием, которые прошли затем после института дополнительную переподготовку по специальности психиатрия, психотерапия. Кому из них обращаться за помощью на начальном этапе? В силу ментальности нашего населения у нас боятся обращаться к психиатрам, психотерапевтам. У нас обращаются очень часто к неврологам, в первую очередь к неврологам. Чаще даже, можно сказать, наверное, в частном порядке, на частный прием. Затем обращаются к психологам, опять-таки, в частном порядке. И только пройдя уже достаточно путей исследования и осмотра, не выявив по тем состояниям значимых нарушений, все-таки их направляют к нам. Или они сами осознанно приходят уже к нам, понимая, что именно наша помощь необходима. Человек чувствует, что ему нужна психологическая помощь, но боится обращаться к врачу. Какие последствия могут быть? В сохраняющихся жалобах у человека тревожности, беспокойства, чувства внутренней напряженности, ожидания, что может случиться что-то плохое. Это влечет за собой, во-первых, что это влечет? Психосоматику. В дальнейшем будут наблюдаться бессонница, перепады настроения, возможно, даже какие-то неприятные физические ощущения. Поэтому, чем раньше человек обратится со своими нарушениями к нам за помощью, тем быстрее у него все жалобы нивелируются. Что означает постановка на учет в психоневрологическом диспансере? Для чего она нужна? Постановка на учет в психоневрологическом диспансере – это такой же необходимый перечень услуг, как и вы обращаетесь в поликлинику. Ровно как у терапевта вы заводите карточку, чтобы пройти обследование, лечение и получить назначение. Правда? Точно так же вы, приходя к психиатру, заполняете листы информационного согласия на обработку персональных данных. Вот. И проходите обследование и дальнейшее лечение. Постановка на учет к психиатру не значит, что на этом у вас закрыты все пути на медосмотр, на работу и вообще, что жизнь утеряна. Нет. Вот. Есть факторы, определяющие, значит, необходимость длительности лечения у психиатра. Поэтому у нас есть консультативное наблюдение и динамическое наблюдение. Вот. Диспансерное наблюдение. При консультативном наблюдении, чаще всего больные пациенты наблюдаются именно на этом этапе, на консультативном, значит, пациент обращается к нам по мере своей необходимости. Вот. Пока его беспокоит его состояние. Как только состояние его улучшается, жалобы проходят, то по истечению года он снимается с учета, с выздоровлением, в архив, с улучшением или, возможно, с выездом. Кто по закону имеет право запрашивать информацию о том, что состоит ли человек на учете в психоневрологическом диспансере? В закону психиатрической помощи информацию затребовать о психическом состоянии и состоит ли вообще пациент на учете имеет только разрешение органа МВД и органы следствия и судебные органы. Ни на адвокатские запросы, ни на запросы, как это в последнее время очень часто бывает, нотариусов мы не отвечаем. Что делать, если поведение человека опасно для него и для окружающих? В случае по закону психиатрической помощи, по 29 статье, в частности, если он представляет опасность для себя, опасность для окружающих, или же есть у нас такой пункт В в законе психиатрической помощи, что не оказание медицинской психиатрической помощи, которая может повлечь вред для состояния пациента, то проводится недобровольная госпитализация. Вот. Недобровольная госпитализация, она проводится путем, ну, если это город, мы транспортируем больного, значит, в суд, либо мы сами выходим на суд с ходатайством, либо же чаще это делает уже наша республиканская психиатрическая больница с ходатайством на недобровольное лечение в условиях психиатрического стационара и судебное решение выносится в течение трех суток. При каких обстоятельствах могут снять с учета ПНД? О неврологическом диспансере снимают с учета, как я ранее говорила, по истечению, скажем так, срока давности. Значит, это либо год необращения, либо пятнеобращения, либо это самообращение пациента с тем, что его длительное время ничего уже не беспокоит. Чем опасна длительная тревожность для организма? Развитием дальнейших симптомов, таких как, повторюсь, бессонница, плаксивость, дискомфорт в социуме, тревога, страхи находиться одному, неприятное ощущение в теле, так называемая психосоматика. Ну и, скажем так, это угнетение социально-бытовой в целом деятельности будет. Что мы понимаем под психическим здоровьем и каковы основные причины его нарушения? Психическое здоровье – это состояние благополучия внутреннего, эмоционального, духовного, душевного, при котором человек плодотворно и гармонично функционирует как социумом, так и внутри себя. Вот. Выполняю всю требуемую от него, скажем так, задачу. Не испытывая при этом несвойственных ему патологических ощущений, таких как перепады настроения, тревожность, страхи, ожидание, что может случиться что-то плохое, нарушение сна, дискомфорт в теле, неприятные ощущения какие-нибудь, по типу гастрологии, кардиологии, их достаточно много. Вот. Вплоть до метеочувствительности, на которую многие у нас не обращают внимания. Как выглядят первые звоночки, указывающие на изменение психического здоровья и на то, что следует пойти к специалисту? Подход здесь к каждому состоянию должен быть индивидуальный, потому что психические расстройства, ну, скажем так, это понятие очень объемное и обширное. У кого-то первым звоночком может быть нарушение сна, у кого-то может быть плаксивость, несвойственная ему ранее, у кого-то страхи, которые ранее он не испытывал. Вот. Если же говорить о более тяжелых психических состояниях, вплоть до зрительных, слуховых обманов, восприятия могут быть. Вот. Как бы, тут диапазон симптоматики очень большой. Какова профилактика психических расстройств? Во-первых, это социальная самоадаптация в это тяжелое нынешнее время. Вот. Человек должен побольше проводить времени в социуме, повторюсь, значит, отвлекаться. Вот. Найти для себя приятный досуг, хобби, как мы многим советуем. Желательно, конечно, физические нагрузки, побольше умственной нагрузки, тяжести. Пусть это будет чтение книг, журналов, кроссвордов и всего прочее. Вот. Прогулки на свежем воздухе. Ну и закаление организма. А и обращение при появлении жалоб к специалистам по профилю. Благодаря чистоте и свежести воздуха, насыщенного хвоя, а также минеральным источникам, Донбай считается одним из лучших горнолыжных курортов России. Это подтверждают и различные опросы и отзывы туристов. На днях Твилл.ру опубликовал рейтинг, по итогам которого Донбай вошел в тройку лучших горнолыжных курортов для зимнего отдыха в России. За наш поселок было удано 25% голосов. Этот курорт с особенной атмосферой Кавказа, где можно совмещать горнолыжный отдых с неспешенными прогулками по заповеднику, конными поездками и вкуснейшими блюдами кавказской кухни. Напомню, Донбай в прошлом году посетила 842 тысячи туристов. Столица нашей республики скоро станет участником всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. О том, что это будет за проект, где он будет реализовываться, по каким критериям его будут оценивать и можем ли мы рассчитывать на победу. На эти и другие вопросы в эти минуты моей соведущей Берри Джазаевой ответит один из участников проекта, заместитель директора центра «Мой бизнес» Ренат Хатуаев. Доброе утро всем, доброе утро, Ренат. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И хочу сказать о том нашим зрителям, что вы участвуете во всероссийском конкурсе. А называется он так «Лучшие проекты создания комфортной городской среды». Верно. Правильно? И если я не ошибаюсь, в этом конкурсе участвуют города маленькие. Ну, небольшие численность там 100 тысяч населения где-то вот в этом районе, правильно? Да, так было до этого лета. В августе было принято решение расширить квоту для городов с населением до 200 тысяч человек. В общем, мы подпадаем под это все. Естественно, я хочу узнать, что это за проект, что вы придумали такое красивое. Мне кажется, я что-то слышала про зеленый остров. Что это будет? Как вы это представляете? В общем, рассказывайте. Суть конкурса такова, что придумывать должны не мы, скажем так, конкретные персонали, администрация города или проектная группа придумываем мы все вместе с вами. Прямо сейчас у нас идет обсуждение активное с гражданами, что они хотят, чтобы было на этой территории, какие у них пожелания. Все эти предложения обрабатываются. Команда архитекторов, это проектная группа Ярус, которая в итоге на наш с вами суд выносит решение свое. Мы его снова обсуждаем и утверждаем концепцию парка, которую мы хотели бы увидеть. Вот сейчас у нас это территория Малого пруда на Зеленом острове. Прошло голосование между тремя территориями городскими нашими. Это была площадь Петрусевича и сквер. Только хотелось спросить, а как вы выбирали территорию? Голосование. 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 Все практически моменты, которые ключевые в разработке этого проекта, они решаются голосованием, общественным обсуждением. Потому что одним из критериев оценки этих заявок у Минстроя является соблюдение принципа соучаствующего проектирования. Соучаствующего это значит, что они какие-то структуры городские. Придумали и выбрали. А люди? А люди должны быть. Жители города? Да, непосредственно. Я думаю, в части Зеленого острова это вообще все республики, так как это признанная все республика и место отдыха. Поэтому все такие предложения мы должны принять, обработать и какой-то общий компромисс найти. Сейчас голосованием у нас была выбрана территория Малого пруда. Это первый этап вовлечении жителей. Дальше мы предлагаем, какие мероприятия там можно реализовать, как может этот парк выглядеть. На сегодняшний день концепция такова. Это, как мы знаем, Малый пруд у нас такой атмосферный, экологичный. Там очень много деревьев. Люди хотят, чтобы в первую очередь он остался в этом виде, чтобы зеленые насаждения не пострадали. Ну и, конечно, благоустройство. На сегодня мы знаем, что нет освещения в этой зоне, нет санитарных зон, нет мест, где какого-то досуга, где ты можешь какую-то услугу купить, грубо говоря. Предложение следующее. Устроить зиплайн через озеро, так как мы знаем, что зеленый остров у нас находится в низменности, из-за перепада высот можно сделать такой аттракцион. Также установка летнего кинотеатра, сам экран на одном берегу пруда, зрительные места на набережной прямо, спускаясь к воде с другой стороны. Интересно. Зоны променада вокруг Малого пруда, дорожка благоустроенная, и вело- и пешеходная дорожка вокруг Большого пруда. Мы знаем, там у нас горожане любят бегать, заниматься спортом, но велодорожки нет. Ее устроить, плюс зоны для тихого отдыха, для более взрослого поколения, где можно просто посидеть в тишине, атмосфера и зеленого острова, скажем так, проникнуться. Также мы знаем, что между Малым прудом и Большим прудом у нас есть такие протоки, живописные достаточно. Раньше у нас там катались катамараны, еще в более раннее время, когда климат был более суровый, там катались на коньках, когда замерзали эти протоки. Мы хотим возобновить использование их, сделать там прокат каких-то плавательных средств, где можно будет покататься по зеленому острову, ну, как в такой микровене, в Венеции. Вот такие пока планы. Ринат, ну, вы так рассказываете, я прям уже это вижу, эти картинки, это так просто красиво, и так, мне кажется, это будет чудесно. Но, тем не менее, скажите, по каким критериям вот этот проект будет оцениваться? Во-первых, у нас оценивает эти проекты комиссия Минстроя России. До 30 октября мы должны сдать проект, так как конкурс было принято решение проводить сейчас, в сентябре, было выделено дополнительно 10 миллионов рублей. У нас много конкурентов в этом конкурсе подобных городов, сроки очень сжатые, поэтому мы должны, для нас вообще успехом будет успеть подготовить хорошо проработанную заявку к этим срокам. На что будут смотреть эксперты? Насколько на самом деле востребована эта территория? То есть сколько людей будет посещать? Бывает же так, что мы делаем какой-то парк или сквер, а людей там нет. Они его не посещают, он приходит в запустение со временем. Этот момент, насколько он востребован жителями. Второй момент, насколько он вписывается в культурный код. город, насколько он отвечает современным требованиям благоустройства. То есть насколько это современно. Есть очень много плохих примеров, как делают благоустройства в России, чтобы... По-современному имейте в виду. Да, чтобы это было комфортно для жителей и эстетически радовало глаз. И качественно. И единая архитектурная концепция. То есть мы не можем просто мозаику собрать, вот мне это нравится, это нравится, и вместе поставить там фургончик, который торгует, например, фастфудом. И рядом амфитеатр. Ну, не очень это стилистически. Единый стиль должен быть. Да, должен быть единый стиль. Обязательно соучаствующие проектируемые, насколько граждане вовлечены. Тут как бы такая палка в двух концах. Когда мы вовлечаем население в проект и делаем по его запросу, население потом ответственным себя чувствует за сохранение вот этого объекта в надлежащем виде. Вот это основные критерии, которые есть. И еще, конечно же, софинансирование. Должны быть привлечены средства не только Минстроя РФ, региона и администрации, но и частники в виде спонсорской помощи, либо коммерческих объектов. Тоже должны их средства быть привлечены, потому что в дальнейшем этот объект надо содержать в том виде, в котором его создали. Также должны быть обязательно созданы дополнительные рабочие места. Плюс мы должны участвовать туристические потоки, которые двигаются. Здесь у нас с этой стороны проект сильный, так как существует федеральная трасса у нас Черкесск-Донбай. И так получилось, что в 2021 году мы выиграли в Карачаевский проект, в этом году в Исджигуте. Планируем в Черкесске. У нас получается такая единая ось для туристов. По всему их маршруту следования в Донбай будут точки, где можно будет провести свое время. Это в Черкесске, в Исджигуте и в Карачаевске. Было бы очень здорово. Я понимаю, что вы хотите победить. Конечно, мы настроены только на победу. Но в денежном эквиваленте. На какую сумму вы рассчитываете? Можно это озвучить? Конечно, эта информация абсолютно открыта. Федеральная поддержка от Минстроя РФ будет в размере 100 миллионов рублей. Средства, о которых я говорил, это республиканские, городские и частные структуры. Это порядка 40 миллионов рублей. Общая стоимость проекта 140 миллионов. Учитывая площадь, которая заявлена, это почти 4 гектара. Этих средств мы считаем достаточно для того, чтобы благоустроить Зеленый остров, чтобы он выглядел цельно, без недостроек каких-то и сразу мог принять всех желающих. Ну что ж, Ренат, желаю победы. Только победы. И спасибо, что были гостем нашей программы утренней. Большое спасибо и вам. Хорошего дня. Октябрь ежегодно становится месяцем, когда отмечается Международный день каши. Каша – продукт, основанный на варке крупы той или иной злаковой культуры. Традиционное блюдо-кухонь многих народов мира продолжает оставаться популярным на протяжении уже более тысячи лет. Именно этим и было обусловлено появление данного замечательного праздника. В культуре русского народа, в его кулинарных традициях, каша занимает особое место. Не случайно стало поговорка «щи да каша – пища наша». Принято считать, что праздник зародился в Великобритании, где до сих пор сильна традиция приготовления и употребления в пищу овсяной каши. Есть информация, что праздник впервые был проведен в 2009 году с благотворительной целью оказания помощи Центру, помогающему голодающим детям в бедных странах. Продолжение следует...